Юридический ликбез Адвокат Олег Викторович Украинчук и мой партнер по ведению, младший коллега Сергей Николаевич Светлов. И будем мы сегодня говорить на тему, которая по всей вероятности интересует всех взрослых и сознательных граждан Украины. Будем мы говорить о нашем государственном бюджете. О том, как он формируется, куда он расходуется. А самое главное о том, может ли тот, кого один из наших прошлых руководителей государства называл пересечный громадянин маленький украинец, может ли представитель народа или весь народ в целом каким-то образом влиять на накопление и расходование бюджета. Олег Викторович, вам первое слово. В современном понимании бюджет – это план аккумуляции финансовых ресурсов и их расходования на те цели, которые стоят перед государственными органами и органами местного самоуправления. Начиная от сельсовета и заканчивая Верховной Радой. Бюджет терминологически происходит от старо-французского слова «бюджет», которое означает «кожаный мешок» или «сумку». В этом плане он приближен к тюркско-арабскому термину «казна», более привычному нашей традиции. Бюджет делится на общегосударственные, республиканские и местные бюджеты. Вот такова структура. Бюджет планируется на годичный период с 1 января по 31 декабря каждого года. И на этот период составляется отдельный специальный закон о бюджете на каждый год, который должен быть принят до 1 декабря года предшествующего бюджета. Это общегосударственный бюджет? Там общегосударственный, значит, ну и местный тоже. А, тоже планируется наперед, на следующий год? Да, планируется наперед на следующий год. Ну, наверное, я знаю, если говорить об источниках бюджета, то это в основном налоги и другие обязательные платежи. Это таможенные и другие пограничные сборы. Это различного рода денежные средства, полученные, ну, например, от продажи государственных предприятий. А также денежные средства, полученные в результате применения финансовых санкций органами государственной власти. Они тоже идут в бюджет в определенных пропорциональных соотношениях между общегосударственными органами и органами местного самоуправления. Олег Викторович, а с помощью каких законов происходит нормативное регулирование бюджетных правоотношений? Ну, тут, как в Китае, есть инь и есть янь. Значит, непосредственно бюджетным правоотношениям посвящено немного законов. Это бюджетный кодекс и ежегодный закон о бюджете. Это инь. А вот с янем тут посложней. Значит, для того, чтобы собрать налоги, нужна очень сильная нормативная база, которую представляет прежде всего бюджетный кодекс. Ну, и другие нормативно-правые акты приняты во исполнение бюджетного кодекса. А что касается расходов, ну, тут море разливаное. Это все социально-пенсионные нормативные акты, закон о социальной защите военнослужащих и другое пенсионное законодательство. Медицина. Медицина. Образование. Образование. Олег Викторович, давайте идти немножко по порядку. Давайте. Смотрите, как в семье, в обычной семье, для того, чтобы распоряжаться семейным бюджетом, его для начала нужно сформировать. Вот интересно, с каких источников формируется государственный бюджет? Ну, я уже немножко сказал, это формируется за счет налогов, собираемых как с юридических лиц, так и с парисичных грамотян. Олег Викторович, я так понял вопрос Сергея Николаевича, что, может быть, стоило бы сказать еще несколько слов о других формах наполнения бюджета. Но, например, в советское время было принято считать, что бюджет наполняется главным образом за счет создания стоимости. То есть, любое изделие стоит дороже, чем материал, который пошел на его изготовление. Скажем так, добавленная стоимость, как сейчас говорят. Вот пополняется ли наш бюджет, скажем, за счет индустрии, сельского хозяйства, энергетики, вот таких вот вещей? Косвенно. 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 Это должно быть учтено при формировании налоговых ставок, допустим, при налоге на добавленную стоимость, налоге на недвижимость и других. Но так, чтобы совсем напрямую, я такого не знаю. Это косвенно учитывается, потому что, в принципе, формированием бюджета занимается Министерство финансов. Это первичный орган, который как бы рабочий. И оно просто обязано учитывать подобные вещи. Я думаю, наш зритель очень часто в новостях слышит такие слова, как дефицит и профицит бюджета. Объясните, в чем различие? Дефицит бюджета, если коротко на пальцах, это когда расходы бюджета превышают доходы. И когда баланс доходов и расходов идет со знаком минус. Это, в принципе, плохой признак. Наличие дефицита? Да, в подавляющем большинстве случаев, если бюджет дефицитен, это как бы признак экономического нездоровья. Но могут быть разные ситуации. В очень многих странах бюджеты принимаются с дефицитом. Заранее запланировано. Почему это? Интересно, почему? Как можно заранее планировать недостачу убытки? Или просто исходя из реального положения дела? Количество проблем превышает количество возможностей. Надеюсь на то, что, возможно, в бюджетном году будут займы. Возможно, будет рост экономики. И за счет этого покроют дефицит бюджета. Но бюджет может быть принят с дефицитом. Профицит бюджета – это наоборот. А могут принять и с профицитом. Заранее предусмотреть увеличение. Да, если для этого есть экономические основания. Профицит бюджета – это когда, наоборот, доходы превышают расходы. Это позитивный признак в экономическом здоровье государства. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки довольно долгое время сводили бюджет с профицитом. И получалось. И получалось. Несмотря на войну во Вьетнаме и так далее. Олег Викторович, откуда берутся средства на покрытие инфляции? Если спланировали бюджет, но в текущем году произошла инфляция, откуда берутся средства, чтобы покрыть разницу? Кроме включения печатного станка. Кроме включения печатного станка, я думаю, это, опять же, либо займы, либо резервный фонд бюджета. Резервный фонд. Кстати, интересная. Да, интересная тема. Какое пропорциональное соотношение от общего государственного фонда? По закону средства резервного фонда составляют 1% от общего бюджета. Целевые назначения какие? Ну, в большинстве случаев это на различного рода непредвиденные, как правило, неприятные случаи. Землетрясения, наводнения, техногенные катажеров. Но, допустим, есть страны, где помимо резервного фонда создаются фактически тоже резервные фонды, но под другими названиями. Фонд национального благосостояния, фонд, допустим, экономического развития. Ну, можно только белой завистью позавидовать той стране, которая может... Ну, реально, потому что крикуны в парламентах это одно, которые говорят, вот мы тут сейчас сделаем счастье всем. А реально можно назвать какой-то фонд, но вопрос, а чем ты его наполнишь? Вот если они наполняются, эти фонды, ну тогда... Ну, и вообще, я считаю, если бы они действительно наполнялись, то процентное соотношение резервных фондов, я считаю, что нужно их увеличивать. Ну, я как человек, который заботится и с безопасностью относится... Понимаете, ну, бюджет государства, он как семейный бюджет, только он больше. У него сходные проблемы. Это смотря какая семья. Да, но... У некоторых семья бюджет больше, чем у государства. Ну, а я скажу, что, в общем, честь и хвала той семье, где резервный фонд большой. Да, 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 да. Потому что, ну, я приведу простой пример приданного моей бабушке, оставленного отцом-крестьянином ей, ну, до революции еще. Вот, хватило, наверное, на то, чтобы пережить голод, ну, голод Амур. Ну, голод, скажем так. Вот, голод, да. Окупацию и голод 47-го года. Да, известный. Хороший был крестьянин, хороший работник. Я добавлю еще два слова, что вот сейчас это больше все, конечно, соответствовало и подходило тому советскому менталитету. Становление каких-то семейных резервов, вот, люди как-то накапливали, потому что, ну, чувствовали, что или им... Ну, жизнь, так сказать, была достаточно стабильной, но эту стабильность надо было чем-то поддерживать. Естественно, резервы. Да, но сегодняшние люди как-то живут одним днем. От зарплаты до зарплаты. Да, это... У сегодняшних людей, особенно у молодежи, ну, по-своему проблем больше. Естественно. По-своему. Вот, хотя и возможностей больше, но не все возможности доступны. И не все. Хорошо, давайте, Олег Викторович, перейдем к следующему вопросу. Это с формированием немножко разобрались. Распределение общегосударственных бюджетных расходов. Ну, святое дело обороны страны. Безопасность и правоохранительная деятельность. Судебная система. Это вот те священные коровы, на которые всегда в любой уважающей себя стране тратятся средства республиканского государственного бюджета. Средства массовой информации государственного бюджета. Средства массовой информации. Средства массовой информации, телевидение, телевидение, кино. Но тут надо различать. Допустим, финансирование бюджетное местных библиотек и клубов, это идет за счет местных бюджетных. Это город, район, поселок. А финансирование киностудий, центральных телеканалов, если они государственные, это, конечно, за счет центрального бюджета. Действует простой принцип, в чьей собственности находится объект, тот его и финансирует. Если библиотека находится в собственности поселка, то она финансируется за счет поселкового бюджета. А если библиотека Вернацкого, она не поселковая, она республиканская, она финансируется за счет центрального государственного бюджета. Вот этот принцип он как бы... Кстати, вот меня всегда интересовало это соотношение, допустим, между городским бюджетом и общегосударственным. В каких они отношениях состоят? Что город отчисляет государству или наоборот, чем государство помогает городу? В течение отчетно-финансового года. Вот задумал, допустим, мэр Киева разбить новый парк с фонтанами и аттракционами. Что он при этом делает? Он лезет в городскую казну или он обращается повыше? Ну, тут, опять же, многое зависит от конкретных взаимоотношений мэра с той же Верховной Радой, с тем же правительством и Министерством финансов. По общему правилу, трансферты между бюджетами, допустим, они допустимы, но нежелательны. Вот как? Ну, то есть... То есть выкручивайся за счет своих городских средств, по возможности. По возможности. Ну, все может быть. Меня интересует сам документ. Он закрытый или открытый? Статьи расходов? Граждане могут ознакомиться со статьями расходов? Куда идут их деньги? Закон о бюджете. Сам по себе закон о бюджете открытая информация. Но есть закрытые статьи. Тайные статьи? Ну, тайные, закрытые. Оборона, безопасность. Ну, допустим, зачем, ну, даже очень уважаемому парасичному гражданину, громадяны, ну, знать, сколько расходуется, допустим, на военные технологии? Вот. Потому что это, ну, важный, даже стратегический показатель. Конечно. Вот. Зачем ему знать, ну, к примеру, там, нюансы бюджета службы безопасности? Вот. Он может знать общую цифру, но не... Публикуется общая цифра. Да. Но не разбит. Я считаю, это вполне, ну, как бы объяснимо. Понятно. Давайте мы уже в нашей беседе затрагивали тему местных бюджетов. Давайте вот ее немножко раскроем. Как формируются местные бюджеты? Как на это могут влиять люди, вот, население той самой местности, где этот бюджет формируется? И я добавлю еще, как влияет, повлияет децентрализация на формирование. Допустим. Местные бюджеты формируются, ну, я не буду все источники приводить, ну, например, они формируются за счет земельных налогов. Часть средств остается в местном бюджете, 25%. Часть идет в республиканский. Это и городов касается? Думаю, да. За счет лицензий, которые дают местные органы власти, за счет средств от регистрации субъектов предпринимательской деятельности, за счет тех налогов, которые местные органы власти собирают с физических лиц. Вот, там тоже, по-моему, 25% остается у местных. Ну, не все остается на местах, часть вот уходит в центр. Конечно. Что касается... Большая часть? Смотря какой вид. По лицензиям все остается на местах, по регистрации все остается на местах, а по земельному налогу значительная часть уходит в центр. Ясно. А что касается доступа граждан, ну, понимаете, у нас, согласно Конституции и согласно, допустим, профильному законодательству о жалобах и заявлениях граждан, например, любой гражданин может дойти в любой государственный орган и потребовать получения информации, там, разъяснения по тем или иным вопросам. Ну, а какую ему информацию даст конкретный государственный орган? И дадут ли ее вообще? Ну, ее, скорее всего, дадут. Ну, знаете, можно же сказать, ничего не сказал. Абсолютно. Вот. Можно обойтись общими фразами, и, увы, такая практика имеет быть. Вот захочет, опять-таки, маленький украинец зайти по своим вопросам к премьер-министру. Ведь не пустят же. Премьер-министр? За информацией. Очень занятый человек. А, вот как. Понятно. Я думаю, что до премьер-министра его не допустят. Но есть целый аппарат у премьер-министра, где определенного рода должностные лица выступают от имени премьер-министра, занимаются приемом граждан, дают им необходимые разъяснения, даже в письменном виде. Вы меня чрезвычайно успокоили, Викторович. Вы знаете, у меня еще был вопрос по поводу того, о чем мы говорили несколько минут назад, о формировании бюджетов, за счет каких средств формируются местные и центральные, республиканские бюджеты. Вот, допустим, там известно, что пользуются определенные популярности за рубежом, в странах третьего мира, украинские холодильники. Скажем, их покупают даже в Бразилии. Вот хорошие у нас холодильники. Ну, скажем, вот некое предприятие продало большую партию холодильников, да? И что, бюджет, каким образом бюджет может поживиться за счет прибыли этого предприятия? Только за счет налога или все-таки что-то еще отчисляется от тех денег, которые получены за проданные холодильники? Если есть валютная выручка, то определенный процент, я его сейчас не назову, от валютной выручки идет казну. А, вот так, понятно. И за уклонение от перечисления валютной выручки уголовная ответственность. Ясно. Олег Викторович, так что же изменит децентрализация? Да, много о ней сейчас говорят, а реально, что она может изменить? Очень печальная тема. Да? В каком плане? Во-первых, в ней много разночтений. В идеале децентрализация должна привести к сокращению республиканского бюджета и увеличению, усилению местных бюджетов. Вроде хорошо. Это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, у нас же по очень старой привычке, идущей еще от царя-батюшки, хорошо, что пришли права на деньги, но вместе с ними пришла и ответственность. То есть, увеличение местных бюджетов предполагает и увеличение местных расходов, и появление новых статей в местных бюджетах, и новой ответственности. Скажем так, прозрачность начинает требоваться. Это само собой. А на что денежки пошли? А на что пошли денежки? И вот тут парасичный громадянный, который избирает чиновников, местных органов самоуправления, должностных лиц, депутатов органов местного самоуправления, вот он имеет право задать вопрос, как избиратель, на что пошли денежки. Объединение предпринимателей может напрячь местный совет вопросом, на что. Вот мы там, допустим, заплатим деньги, мы как бизнес-структуры, частный бизнес, платим деньги, вот отчитайтесь, на что. И они обязаны отчитаться. А что им будет, если они не захотят отчитаться? Есть какие-то тут механизмы регулирования? Можно ли их, скажем, заставить отчитаться перед избирателями или перед предпринимателем? Ну, дело в том, что... Местные органы. Через суд можно. Можно, да? Я думаю, да. А вот это хороший, кстати, момент, потому что... Их ответственность. Их ответственность. И контроль за попытками залезть. О! В местный бюджет. Бюджетный карман, да. И я надеюсь, в нашей стране народный своего рода контроль за расходованием бюджетных средств на местах. В случае децентрализации реальная тоже будет усиливаться. А он существует, этот народный контроль? Вообще-то. Ну, так. Когда-то был и народный, и партийный. Они партийного боялись больше, чем народного. Да. Но были оба контроля. Да. Мы были оба. Ну... Еще и государственные. Я сказал это не в том старом советском понимании. А мы не против. Ну, из старого понимания. Если бы контроль был. Понимаете, вот работал одно время начальником юридела в госоргане. К нам приходило довольно много людей разных. Ну, где могли отвечали на вопросы, где не могли не отвечали. Потому что иногда такой вопрос зададут, что нет ответа. Олег Викторович, я извиняюсь, давайте теперь рассмотрим, какие органы являются распорядителями бюджетных средств. Распорядители бюджетных средств – это те государственные органы, их первые лица, которые принимают решения о конкретных финансовых операциях за счет бюджетных средств. Это, естественно, центральные органы исполнительной власти, министерства, ведомства, государственные комитеты, агентства и так далее. Это местные государственные администрации. И это любые бюджетные учреждения. Ну, допустим, какой-нибудь государственный институт. Бюджетный, который расходует бюджетные средства. Министерства и администрации на местах – главные распорядители бюджетными средствами. А, допустим, институт или какая-нибудь войсковая часть – это низовое звено распорядителей бюджетными средствами. Надо заметить, что распорядитель бюджетными средствами имеет полномочия только в рамках выделенного объема бюджетных средств в соответствии со сметой и согласно целям и задачам, стоящим перед этим бюджетным, ну, допустим… Ну, как мы говорим, уставные цели. Уставные цели. Я так понимаю, что бюджетные средства, они используются строго с целевым назначением, правильно? Да. А может ли меняться целевое назначение? Может. Какие-то форс-мажорные ситуации. Но не самостоятельно, а по разрешению свыше. Это, опять же, надо, на мой взгляд, выходить на Министерство финансов. Бывают, правда, курьезные случаи. Одна из академий, ну, в благих целях, она занималась привлечением инвесторов в строительство жилого фонда, приняла от частного инвестора «Викселя» и пропустила их по цепочке. Ну, люди в академии… Бумажные гарантии выплаты, скажем. Да, да, да. Но в академии бухгалтерия не знала, академия военная была, не знала, что любой, кто поставил подпись на «Векселе», является солидарным ответчиком по «Вексельным обязательствам». Вот так. А академия – бюджетное учреждение. А тут «Вексель» частной фирмы, значит, прошел, ну, пошел дальше по цепочке. Хорошо, что оплату «Векселя» произвела другая частная структура, не привлекая академию в качестве соотвечика по долгам. Слава Богу, повезло. А в противном случае бы с кого-то чего-то сняли. Олег Викторович, давайте пойдем… Это уже последний вопрос, Сергей Николаевич, давайте. Ну, хорошо. Кто занимается подготовкой и принятием закона в государственном бюджете? Рабочий орган Министерства финансов подает проект бюджета в кабинет министров. Кабинет министров на своем заседании или там, в нескольких заседаниях, по итогам принимает постановление об одобрении проекта бюджета. И потом этот проект в виде закона, проекта закона о бюджете на очередной год, подается в Верховный Совет Украины. Где в трех чтениях рассматривается. Значит, ну, до 1 декабря должно быть проведено третье чтение. Вот закона. Ну, что ж, я думаю, мы сегодня довольно много сообщили любознательному зрителю о том, что такое бюджет, как он наполняется, как он расходуется. Хотя, конечно, еще и далеко не исчерпали бюджетную тему. Я думаю, к ней мы вернемся во время нашей следующей встречи. В частности, здесь прозвучало слово, которое, я надеюсь, в следующий раз у нас будет звучать чаще. Инвестиция. Было бы очень интересно, все-таки, существуют ли эти инвестиции, и кто их дает в нашем государстве, и на что они расходуются. Вот, напоминаю, что вы смотрели очередной выпуск нашей новой цикловой программы «Юридический ликбез», и что между собой беседовали кандидат юридических наук, адвокат Олег Викторович Украинчук, мой коллега по ведению программы Сергей Николаевич Светлов, и я, ваш покорный слуга Андрей Дмитрук. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok